Хотите, чтобы ваш щенок не превратился в сокурильщика и стал собакой здорового взрослого человека? Тогда у вас есть два выхода. Прямо сейчас заняться своими делами, ну или посмотреть этот ролик до конца. Всего за несколько минут просмотра вы облегчите жизнь себе и своему питомцу. Навсегда забудете о сложных и никому не нужных стереотипах воспитания щенков. И в хорошем настроении проведете это лохматое или не очень чудо по единственному верному пути развития. Спорим, что десятый пункт про команды вообще сломает все ваши представления о дрессировке. Смотрите до конца, ставьте лайки, так вы поможете максимальному количеству щенков расти без психологических травм и развиваться в комфортных условиях. Первое. Соблюдать очень строгий режим и расписание. Очень много советов вижу вокруг графика для щенка. Конечно, график – это некая предсказуемость, а животные в ней нуждаются точно так же, как и мы, люди. Предсказуемость дает понимание, стабильность, снижает тревожность. Если есть график, то щенка проще приучать к туалету, ведь туалет привязывается к графику кормления. Но не стоит соблюдать слишком педантично и четко расписание. Если каждый день изо дня в день щенок просыпается в 7 утра на прогулку и кормление, помните, что именно к такому расписанию он и привыкает. И в 7 утра вам нужно будет вставать каждый день в ближайшие 15 лет. И после своего дня рождения. И с вечеринки тоже. И 1 января. И с температурой. И в отпуске. Всегда. И я не советовала бы их соблюдать на все 100%. От этого люди устают, неосознанно раздражаются, подсознательно винят в этом собаку, и автоматически собака владения приносит меньше удовольствия. Что советую я? Меняйте расписание. Соблюдайте примерный режим, но двигайте его на час-два. А также меняйте график прогулок, например, в выходные. В целом здесь два совета. Первое. Встраивайте собаку в свою жизнь, а не свою жизнь в жизнь собаки. Любите вставать поздно? Ну и не надо гулять в 6-7 утра. Погуляйте ночью, чтобы утром поспать подольше. И прогулку организовать уже в 11 утра. Это абсолютная норма. Второе. Готовьте собаку к тому, что могут быть какие-то изменения. То есть пока щенок растет, ставьте прям себе задачу. Периодически вносить небольшие или большие коррективы в расписание и менять его. Два. Ходить на ошейнике. Из года в год я говорю о том, что шлейки не портят скелет. Подкрепляю это эфирами с ветеринарными хирургами, но мифов вокруг этого меньше как будто бы не становится. Я постоянно слышу вопросы вроде, а разве щенкам можно шлейку? А разве корги или там такси шлейку тоже можно? Я слышал, что лабрадорам нельзя. Можно и нужно всем. Особенно тем, кто тянет поводок. Ведь травматизация, если собака дергает или тянет поводок, происходит куда более значительное и вероятное. На именно ошейнике, а не на шлейке. Шейный отдел – это часть позвоночника, но куда более хрупкий отдел, чем грудной. Для здоровья своей собаки выбирайте шлейку и, конечно, знания и занятия. По реакциям на раздражители, реакциям на владельца и умение гулять без натяжения поводка. Помните, что шлейка не способна нанести вред скелету. Так же, как на это не способен, не знаю, лильчик или узкая футболка. Даже если за нее будут постоянно тянуть. Но если будут тянуть, например, за шаг, то вот здесь уже возникает страх, стресс, дискомфорт. Иногда какое-то перекрытие кислорода, кровоснажжение, микротравма. Под всеми этими мифами, мол, в локти разъедутся от ношения шлейки, или что там разъедется, или, не знаю, грудь искривится, маскируется некачественное разведение. Локти или грудь будут какой-то не такой неправильной, некрасивой формы, если у родителей щенка так было. Ну, может, не у родителей, а в роду щенка так было. Ну, а, кстати, тоже помните, что красивые или некрасивые лапы, хвост, не знаю, грудь, вполне вероятно, никак не мешают жить собаке полную здоровую и счастливую жизнь. Ведь у людей тоже бывают более или менее стройные. Но это же, во-первых, не обувь и колготки определили. Во-вторых, красота понятие субъективное. В-третьих, это не делает нас неидеальными, с неидеальными ногами, мол, не модельной внешности, какими-то нездоровыми или не счастливыми. Правда же? Короче говоря, возвращаясь к собакам, современный мир, современная кинология, выбирает шлейки. Для этого еще два мифа, связанных тоже с опорно-двигательным аппаратом. Три. Не играть в перетяжки и ждать, пока вырастут коренные зубы, то есть не поменяются молочные на коренные. Слышали такое? Если слышали, не слушайте. Играйте в перетяжки обязательно. Это суперполезная игра для установления доверия и контакта с вами. Это игра, из которой потом можно сделать тренинг и научить классным навыкам по импульс и самоконтролю. Играйте с самого первого дня жизни щенка у вас дома. Не обращайте внимания на смену зубов. От перетяжек коренные зубы не вырастут кривыми. Вы не измените прикус. Если вы носили или носите брекеты, я вот носила, и муж сейчас носит, это адски дорого, неприятно и долго. Чтобы изменить положение зубов, требуется примерно 2-3 года. Чтобы изменить прикус, это еще сложнее. Многим требуется хирургическое вмешательство. Ортодонты не двигают зубы пальцами, они двигают зубы нитками, не двигают зубы быстро. А положение зубов и тем более челюсти определяется вновь генетикой, а не жеванием жвачек или твердой пищи. Есть еще один пример про собак. Собаки, которые занимаются защитно-кинологическими разделами спорта, некоторые из них работают в правоохранительных органах. Так вот, их отбирают и обучают почти с самого рождения. И что? Я вот, честно говоря, не видела там ни одной овчарки, у которой челюсть стала, не знаю, как у бульдога. В общем, опять же, за этим мифом стоит некачественное разведение и желание переложить себя, заводчика, ответственность, типа зубы кривые, а это вы виноваты, это не я виновата, это потому, что вы с щенком играли с детства в перетяжке. 4. Носить на руках через ступени. Ну и заключительное из этой же серии, из этой категории про опорно-двигательные аппараты, мифы, это не разрешать щенкам прыгать, а также их обязательно нужно переносить через лестницу, то есть нельзя ходить по лестнице пешком, особенно собакам крупных пород, иначе будет дисплазия. Угадайте, от чего будет дисплазия? Правильно, от некачественного разведения. Все. Ступени, бег, прыжки не провоцируют дисплазию. Не стоит ограничивать щенков в активности. Также я негативно отношусь к тому, чтобы люди застилали всю квартиру ковролином. Не надо носить собак через ступени на руках, они не хрустальные. А движение – это часть нормального развития щенка, как и человека, ребенка. Безусловно, не нужно специально гонять щенка по льду. Действительно, можно получить травму. Хотя, честно, в моей практике все травмы и у моих личных собак, и у клиентских, были получены в таких ситуациях, которые, в принципе, трудно предугадать. А ограничивать от всего на свете, то есть гиперопека, это порой хуже, чем вообще отсутствие какой-либо опеки и ответственности. В общем, пусть щенок развивается и растет, не надо над ним трястись. Пусть ходит лапками, бегает, прыгает и играет. Оберегайте его от действительно экстремальных нагрузок, длительного бега, чрезмерно высоких прыжков, каких-то экстранагрузок. Добавляйте правильные физические упражнения на балансах, на разминку, заминку, док-фитнес. И, конечно, там обязательно важно использовать нескользящее покрытие. Напишите в комментариях, кто уже завтра готов перестать носить своего малыша через ступеньки. Давайте посмотрим, скольких пушистиков мы избавили от вредной гиперопеки. Пять. Отучать кусаться через встряхивание за холку, засовывание кулаков в рот щенка, засовывание щек щенка в пасть и так далее. Кусаться это нормально. Так щенки познают мир, устанавливают контакт с ближними, получают новые ощущения. Посмотрите на игру двух собак. Они бесятся, валяются, кусаются, рычат. Они счастливы. Там не идет речи о доминировании или каком-то унижении. Вот и вас, если щенок кусает, он не унижает, а считает своим другом и предлагает свой формат взаимодействия. Но это действительно бывает больно, поэтому важно научить щенка правилам. Но это происходит не через силу, не через перевороты, не через кусание щек и не через засовывание кулаков в пасть. Все эти тренеры, которые могут вам это посоветовать, А. Деспоты, которые прикрывают благо обучения, свои желания подавлять и властвовать хоть над кем-то. Б. Не имеют современных знаний. Как мягко, без насилия, но эффективно научить щенка не кусать вас за руки или соблюдать силу укуса, не причинять вам боль, я расскажу на бесплатном мастер-классе, как это учить щенка кусаться. Ссылка в описании под этим видео. 6. Сидеть карантин дома до позднего возраста. Надо знать и понимать, что окно социализации закрывается в возрасте от 3 до 5 месяцев. Что это значит? Что это тот предел возраста, когда нервная система щенка более пластична и готова принимать какие-то изменения. С одной стороны, ветеринары, конечно, правы, ведь они оберегают физическое здоровье щенка. С другой стороны, не в их зоне ответственности психическое здоровье щенка. Но ведь связь психического и физического здоровья в 2023 году уже просто глупо отрицать. Поэтому даже если отсидеть карантин дома, сохраняя физическое здоровье, но потом всю жизнь собака будет испытывать стресс от прогулок или чего-то нового, это тоже здоровья не добавит, мягко скажем. При этом я не хочу дать вам рекомендацию, вроде не слушайте ветеринаров, нет. Но нужно понимать риски и там и там, стараться искать какой-то баланс. Это не рекомендация, но поделюсь своим опытом. Пассивная социализация. Гулять за щенком на руках, когда длится карантин. Активная и безопасная социализация дома. Звуки, предметы, ощущения, разные люди и так далее. Активная, менее безопасная, но все же безопасная социализация не пределок дома. Гости, кафе, места, где непривитые собаки не бывают. В целом, практика сидеть в карантин строго дома, особенно популярна в России. Но, например, практически отсутствует в Европе. Поэтому тут финальное решение за вами. Также, конечно, есть связь с общим здоровьем щенка. 7. Нельзя постоянно отнимать. Нужно быть моральным к тому, что все щенки все подбирают, тянут в рот. Но у детей, человеческих, тоже есть такой этап развития. Здесь важно помнить, что чем более активно щенок это делает, подбирает, тем, по сути, он быстрее развивается, так как мозгу нужны стимулы. Безусловно, в рот щенки могут попадать какие-то неприятные или негигиенические, небезопасные предметы. Но здесь и кроется главный подвох. Чем активнее вы на это обращаете внимание и отбираете, реагируете, тем активнее щенок будет тянуть это все в рот в последующем. Наверное, это что-то похожее на ситуацию взрослого ребенка в отношении мата. Скажите ребенку один раз какое-то матерное слово, а затем акцентируйте на это внимание, что это запрет, что это плохо, что нельзя. Ну или просто выдайте какую-то реакцию, например, смеха, или какую-то другую, отличную от спокойной. Все, этот ребенок, считайте, выучил это матерное слово и теперь будет активно его использовать. Просто потому, что вы выдали свою какую-то экстра реакцию. Вернемся к щенкам. Что делать? Хитрите. Вы умнее и взрослее. Переключайте внимание. Проводите уборку. Занимайтесь тренингом на улице. Учите команды, обмена, приучайте к наморднику и так далее. Но не фукайте постоянно, не отбирайте. Это только усугубляет проблему. Кстати говоря, а как научить щенка не подбирать на улице всякую гадость, тоже тема отдельного вебинара. На всякий случай ссылку тоже добавляю и закрепляю в описании. Советую не игнорировать, тем более, что это бесплатно. 8. Нельзя соглашаться с поведением. Ведь это становится привычкой. Нельзя соглашаться с поведением, терпеть его, игнорировать и надеяться, что щенок перерастет. Здесь есть такое важное золотое правило. Что тренируется, то и развивается. Так вообще-то и формируется поведение. Просто от количества повторений. Сделал сегодня, сделал завтра. Все, это стало привычкой. Что здесь важно знать? Что привычки и поведение, собственно, формируются двумя способами. Первый вариант – за счет тренинга. Второй вариант – щенок сам по себе растет, развивается. То есть привычки формируются с человеком, а именно во время тренинга. Ну или без человека. То есть щенок формирует привычки сам по себе, просто в течение жизни и так, как ему нравится. 9. Нельзя требовать от щенка то, чему вы его не научили. Например, если щенка не обучали спокойно реагировать на окружающих, мы не можем требовать спокойной реакции или ругаться на него за плохую реакцию на чужих. Не обречали спокойно относиться к груминговым процедурам или к посещению ветеринара. Не злимся на щенка и не требуем от него идеальной фиксации. Всему нужно обучать, и это не за счет разговоров, ограничений, фуканий, запретов или одергиваний. Обучение происходит в основном за счет техники, а также положительного подкрепления, множественных повторений, постепенности, комплексного подхода. И, наконец, пункт 10. Начинать обучение с команд. Многим кажется, чтобы научить собаку не тянуть поводок, нужно научить ее команде рядом. Если мы хотим научить собаку не убегать, то команде ко мне. А спокойно ждать нужно научить собаку выдержки. Но это не так. Есть мягкие, есть жесткие навыки. Все как у людей. Жесткие, например, это таблица умножения или какое-то стихотворение и так далее. Мягкие навыки – усидчивость, концентрация, мотивация, способность и умение использовать тот или иной предыдущий выученный навык или какое-то знание, социализация и так далее. В собачьем мире также. И есть дрессировка, она развивает память, ловкость, интеллектуальные и физические возможности, улучшает понимание и контакт, но не меняет поведение. Команда сидеть не научит спокойному отношению в отношении курьера. А команда рядом не научит гулять на правейшем, метлитом поводке или вообще без него и не убегать. Воспитание – это не команды. Это упражнения, которые по сути даже не имеют названия. Мы разобрали 10 нельзя. Воспитание щенка. А что же можно? Применять комплексный и пошаговый подход. Гуманные и позитивные методы воспитания. Все это вы найдете на нашем курсе «Видеогид по щенку». Разобраться в тонкостях воспитания собаки не так сложно, как кажется. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь вы легко найдете простые ответы на сложные вопросы по дрессировке. А еще море другой полезной информации. А пока будьте здоровы и чаще гуляйте на свежем воздухе. Я желаю вашим макроносам послушных хозяев, а вам хороших тренировок. Всем лапков! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok